Девушки отдыхают Вариации на тему «денег нет, но вы держитесь» разнообразны. Случается, премьер-министр прямо так спроста и рубит обступившим его крымским старушкам, которые не ожидали, что освобождение от гнета киевской хунты обернется для них скорбным безденежьем. Девушки отдыхают Найдем деньги, найдем деньги, сделаем это кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Спасибо. Бывает, тот же младший царь уже в иные времена объясняется с россиянами метафорически, сравнивая пенсионную реформу с горькой таблеткой. Мол, придется слопать, чтобы подлечиться. Есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это знаете, как, ну, горькое лекарство. Вот если человек заболел, то он не хочет его пить, но он понимает, что если это лекарство не выпьет, то все может закончиться гораздо хуже. Вот так и вот эти изменения. Морщится и старший царь, которому указанная реформа не нравится ни в какой редакции, но проблему говорит вздыхая. Тем не менее, надо решать. Я спрашиваю, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать, никакой. И наступит момент довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться. И тогда, тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем пенсионную систему, либо это лопнет. Поэтому, конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильная, она развивается. И в целом есть большой запас прочности. Впрочем, есть нечто общее в выступлениях обоих царей, что должно радовать всех нас. Это августейшая доброжелательность избранного государя и его заместителя, когда они вступают в диалог с народом. Так, не компот обычно старается подсластить пилюлю от всего сердца, желая огорченным гражданам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А то и кормит обиженных этой целебной пилюлей буквально с ложечки. В то же время гарант нарушения Конституции РФ, который долгое время, по словам пресс-секретаря, пребывал в неведении насчет тонкостей пенсионного секвестра, солидарно с россиянами отвергает любые его модификации, едва узнает, в чем там дело. Хотя и понимает, что деваться некуда, надо соотечественников грабить. Увы, далеко не все царские вельможи столь тактичны и благосклонны к своим подданным, как это свойственно нашим неразлучным монархам. Зафиксированы случаи бездушного отношения к людям, сопровождаемые попытками переложить на них вину и ответственность за материальные невзгоды. Дескать, ликовали и пели, когда мы для вас отжимали сакральный полуостров? Теперь затяните пояса и пляшите дальше. Такие слова явно расстраивают и даже обескураживают россиян, которые на Крым, конечно, подписывались и, в принципе, соглашались Пети ликовать. Но при условии, что им за это ничего не будет. А если бы их заранее предупредили, что и рублем накажут, и с пенсиями начнутся тягостные заморочки, и в целом стране придется платить по счетам практически неподъемным, и чуть не до ядерной войны допляшемся, то они бы тогда верно еще 10 раз подумали, прежде чем веселиться, празднуя крымский гоп-стоп. Мы всегда в России считали, что русские и украинцы – это один народ. Я и так думаю, я так думаю и сейчас. А сами мы, мы сами пойдем вперед. Мы будем укреплять нашу государственность, укреплять нашу страну. Мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. Потому столь неприятное впечатление произвела речь спикера Госдумы. Гастролируя в родном Саратове, он мало того, что поглумился над земляками предпенсионного возраста, которым предложил отправиться на спортплощадки, чтобы там, значит, состязаться в беге с юниорами и продлевать себе жизнь. Председатель Нижней Палаты еще и пригрозил собравшимся для встречи с ним жителям заводского района, что ежели они будут сильно выпендриваться, то могут совсем остаться без пенсий. Это не доживение моего уже площадки. Олег, подождите, ну как такое не доживение будет? Ну это на пенсии. Ну, они не доживут. Как они не доживут? Расспортивная площадка для кого? Ну, не доживут они. У нас задача не только дожить, но и пережить. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже возможно, потому что бюджет стал дефицитным. У нас с вами пенсионная система государственная, она сегодня имеет дефицит, в ней будет такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Поэтому нам с вами надо взять и задуматься, у нас пенсию в праве нет. Чему легко было поверить, несмотря на то, что право на отдых и социальное обеспечение по возрасту прописаны непосредственно в основном законе, поскольку перед ними выступал главный законодатель страны, который, если понадобится, может с позволения самодержцев и конституционную норму отменить. Он пугал и разжигал страсти, что породило естественную реакцию в последующих комментариях в сети, как то призывы плюнуть спикеру в наглую лживую харю, приглашением ему пойти и убиться на спортплощадке и так далее. Еще крепче досталось депутату Баталиной, уроженке того же Саратова, которая выступила вместе с Володиным и совершенно в том же духе. Мы против этого, и против этого, да мы против всего. Другой вопрос, а как? Как, возникает вопрос, мы тогда будем решать. Дума проголосовала за. Да. Дума проголосовала за повышение пенсий. Вот за что проголосовала Дума. Поэтому, поэтому, все, да не так. Услышьте, пожалуйста. Но ко второму. Мы против, против, против пенсионной реформы. В основном все против. Зачем мы можем прекратить банкротить? Я вас не уговариваю. Я не уговариваю. Я хочу, чтобы мы вместе с вами сформировали предложение. Коммуналка выросла, бензин вырос. Раз бензин вырос, значит продукты подорожали. Вы посмотрите, все уже подорожали. Галина Николаевна, вы правильно все говорите. А теперь скажите, а теперь все то же самое выросло, а пенсии не выросли. Я вас прошу, пожалуйста, не надо повышать. Ну, трудно нам. Ну, мы терпеливый русский народ, терпеливый. Но не надо повышать. Пожалуйста, я вас очень... Услышьте нас. Услышьте. Я вас очень прошу. Спасибо. У меня вопрос. Где сегодня гарантия, что пенсионная реформа, которую вы нам сегодня хотите предложить и принимаете ее, что она будет такой счастливой и сладкой, как она должна была быть вот с 2002 года? Вот это у меня главный вопрос. Можно провести пенсионную реформу, не трогая пенсионный возраст, и создать принципиально другую пенсионную систему. Здесь никаких потрясений не будет. И по всем вопросам, я просто хотел бы, чтобы меня прежде всего услышали наши люди, мы будем консультироваться именно с народом Российской Федерации, с нашими людьми. Я женщина, я женщина, я дам микрофон. Да мне не надо микрофон, я без микрофона с тобой стою. Я прямых выступать без микрофона. Можно прожить. Вот вашу взять зарплату, у вас сколько зарплаты? 200 тысяч. Отдайте его мне. Амбраю возьмите. Как? Как? Отдайте мне. Я за дня выступать буду. Вот скажите, сколько у вас зарплата? Моя зарплата как депутата государственного дома составляет 320 тысяч рублей. Вот, 320. А почему мне все тысячи? Почему мне не следует, чтобы она была? Но только при этом я хочу... Почему? 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 Да, еще и там. Да, когда мы из нас... Ну как же. Ну скажите, пожалуйста, а что у нас? Коллега, я вас слышу? У меня страх 50 лет. Сколько у меня, знаете, пенсия? 50 лет. А за каждое это 10 тысяч. Пускай мне это надо. Вот эти 50 тысяч. За этот страх. Я пенсионер. Мне 70 лет. Я пришел сюда. Если вы сейчас собрали... Если хотите, да? Вот я не хотел выступать. А национальный меня... Он все знают, они, например, да? Люди все. Когда я первый раз выступаю, мне это взяло вот это вот, да? Вот это вот. Нельзя никак. Если вот сейчас выйдете, да? Вот пошлите по улице, да? И послушайте людей. Сто процентов вам скажут, что нет. Зачем вы нам вот... Вот лекции читаете, вы что, дороги или что? Цитировать нападки на даму мы не станем, но зададимся вопросом. Зачем они так высказываются? Есть же образцы, которые демонстрируют высшее начальство при общении с избирателями. И почему бы им не следовать? Думается, что именно для разнообразия. Для того, чтобы на фоне бестактных речей брутальных сановников заметнее выделялись гуманистические проповеди аскетизма в исполнении особо царствующего тандема. Что же касается Володина, то он, вероятно, дополнительно раздражен мятежными настроениями, охватившими подконтрольных ему единороссов. Спикер переживает, как бы в Кремле не заподозрили, что эти настроения он сам и подогревает, мечтая нарастить себе рейтинг. Вот и буянит на своей малой родине, выслуживаясь перед царями. Однако оценят ли цари по достоинству его хитроумное хамство, непонятно. Точнее, главный царь, которому осенью предстоит совершать окончательный выбор между жестким вариантом закона об упорядочивании пенсионного возраста и мягким ограблением трудящихся. Ситуация тревожная, и Володин со своими угрозами напрочь отобрать пенсии у народа, потому как денег нет, может показаться провокатором и вредителем. Видно же, что люди держатся с большим трудом, иные из последних сил, а им четвертый человек в государстве сулит нищету и гибель. Едва ли его похвалят за это, сидящие под санкциями российские цари. Старший и младший. Как бы то ни было, вряд ли они его и сильно поругают. В конце концов, обращаясь к электорату, он же не предлагал отдать Крым, а с ними Донбасс, убраться из Сирии, помириться с человечеством и скинуть царей. То есть все те, необходимые для возрождения России меры, которых было бы достаточно для того, чтобы не повышать пенсионный возраст. Он был, в сущности, сдержан в своих только с виду эпатажных речах. И разве не о том втайне мечтает руководство, о чем заговорил вслух отважный Володин? Если бы не люди, все эти дети, пенсионеры и стареющие дармоеды, которых надо кормить и прикармливать, сколько геополитических замыслов можно было бы осуществить? Страшно даже помыслить. Однако денег нет. И начальство выходит к микрофонам, по-хорошему и по-плохому, призывая народ смириться с неизбежным. Я пенсионерка со следующего года. То есть вот в феврале мне идти. И хочется полтора миллиона эти отнять. Да, я в этом году перенесла операцию. Сейчас с уставами проблема. Я жду этого дня, когда я уйду на пенсию. А теперь я буду каждый день вас проклинать, чтобы вы загнулись там все. Потому что я не могу попасть на пенсию. Я эту пенсию жду. Я потому что не могу. Я не работник там сельского хозяйства. Я бухгалтер. Но я больная вся. И ни о удовольствии теперь буду работать. Я просто буду ждать, когда я помру. В ходе встречи Вячеслав Володин поблагодарил Валентину Сорокину за активную жизненную позицию и предложил ей стать его помощницей от поселка на общественных началах. Вячеслав Викторович, сможет вам помочь в таком решении этого вопроса именно в вашу пользу? Не могу сказать. Я надеюсь на Путина. Хорошего вам настроения. И всего доброго. Хорошего вам настроения. Здоровья главное. Хорошего вам настроения. Главное на здоровье. Вы держитесь здесь. Просто денег нет. Баба. Хорошего вам настроения. Хорошего вам настроения. Осенью увидимся. Хорошего вам настроения. Подержитесь здесь, просто денег нет